Входя в здание школы, сразу понимаешь, что построена она по самым современным стандартам и отличается от привычных многим типовых проектов советского времени. Вместе с главой Ленинского района Олегом Хромовым Вячеслав Фетисов попал на праздничное мероприятие, где выступали талантливые ученики. Приходили родители и были проведены много классных конкурсов. А сегодня я пела песню про маму. Моей мамы сегодня рядом нет, она на работе, она не смогла прийти на её. Всегда думаю о ней, не знаю, я её очень сильно люблю. Школьники полюбили и новое учебное заведение и посещают его с удовольствием. Многие даже не сразу после окончания занятий спешат домой. Она лучше, больше, красивее. А что тебе больше нравится в 11 школе? Больше всего мне нравится спортивный зал. Он большой, огромный, в нём весело. Вячеслав Фетисов также оказался под впечатлением от посещения спортивного зала. Его размеры позволяют полноценно заниматься самыми разными видами спорта – баскетболом, волейболом, гандболом. После депутату показали хореографический зал. Почётные гости пообщались со школьниками и преподавательским составом. Даже спросил у учащихся, как им нравится. Они говорят, даже круче, чем 10-я школа. И 10-я, и 11-я школы открылись в городе совсем недавно. Расположены они в новых микрорайонах, где проживает много молодых семей с детьми, для которых наличие современных образовательных учреждений особенно важно. – Таких школ в мире нет. Это, если есть, только для очень богатых людей. А здесь, в общем, в этой школе учатся дети, которые живут в округе. Это, конечно, выдающееся наше достижение. И мы понимаем, для чего мы это делаем. Дать сегодня современные условия детям для того, чтобы они могли раскрыть свой талант, свои способности – это самая главная задача сегодня государства. По словам политика, именно учителя закладывают фундамент будущего государства. В Ленинском районе для этого созданы все необходимые условия. Дмитрий Книга, Николай Карбанов, Сергей Ларин, Видное ТВ.